Привет, друзья! Ну что, после нашего мегатеста на камерах светильников настало время рассказать вам о гораздо более крупных и, соответственно, гораздо более мощных. Сегодня я расскажу именно о световых панелях. И для начала я хотел бы рассказать, какие они бывают. Самый первый вариант, который появился и который продолжает использоваться по сей день, это панель с обычными светодиодами. Каждый светодиод снабжен линзой. То есть по факту эти панели могут быть с разным углом рассеивания. 25 градусов, 45, 60, 90, сколько угодно. К недостаткам можно отнести то, что, поскольку они выступают над печатной платой, у них хуже теплообмен, а также, соответственно, увеличиваются габариты по ширине. Но это по большей части критично для маленьких на камерах светильников. Если мы говорим о стационарном свете, то там, в принципе, нам лишний сантиметр ширины, толщины абсолютно без разницы. По поводу регулируемой цветовой температуры. Как это достигается? Есть половина светодиодов с холодным светом, есть половина светодиодов с теплым светом. И, соответственно, если на светильнике написана мощность, к примеру, 30 ватт, то у разных производителей это может означать что угодно. То есть, если это честные 30 ватт, и это нормальный производитель, он так и пишет 30 ватт теплых светодиодов и 30 ватт холодных. То есть, если вы выкрутите значение, к примеру, цветовой температуры на 3200 в теплый режим, у вас будет светить половина диодов с мощностью 30 Вт. Но, естественно, есть определенные промежуточные значения. И в этом случае для того, чтобы обеспечить такую световую температуру, горят одновременно и теплые светодиоды, и холодные. При этом горят они на определенной пропорциональной мощности. И в большинстве случаев для каждой модели светильника у этого производителя существует две версии. Соответственно, с регулируемой температурой и без нее. Теперь перейдем ко второму типу светодиодов, который используется. Это так называемый SMD, поверхностный монтаж. Вы их часто можете видеть на светодиодных лентах. Плюсом такой конструкции, естественно, относятся маленькие габариты. То есть можно делать очень тонкие панели. Какие минусы? Ну, во-первых, этот световой пучок светит просто во все стороны. Поэтому обычно световые панели с такой системой расположения светодиодов, они комплектуются шторками. И, наконец-таки, третий тип, который сейчас применяется, это так называемая светопроводящая пластина или светопроводящая панель. Светодиоды располагаются по контуру, по периметру этой панели и светят внутрь нее. А вот эта светопроводящая панель равномерно его рассеивает и распределяет. Какие плюсы у этой системы? Опять же, они очень компактные. Во-вторых, они слабо греются, потому что светодиоды расположены только по контуру и там их достаточно просто охлаждать. Такая конструкция была придумана по большей части для того, чтобы делать большие по площади панели, но сделать их максимально дешевыми. То есть вам не нужно устанавливать на всей площади вашей панели светодиоды. Такие светильники, как правило, маломощные, то есть они не очень яркие, но при этом, благодаря большой площади светоотдачи, они дают мягкий ровный свет. И, опять же, ни о какой направленности не может быть и речи. Они светят во все стороны. Вот, собственно, три основных конструкционных типа. Это, чтобы вы понимали, и также от этих типов очень сильно зависит цена. Потому что, естественно, самый дешевый вариант это световые панели, светопроводящие панели. Второй по затратам это SMD. И самые дорогие это классические, где у нас просто расположено много светодиодов с линзами. Для сегодняшнего теста я подобрал пять панелей с разной мощностью от двух производителей. Это KMTV и Apoche. Это хорошо известные бренды с сопоставимой стоимостью, но их устройства сильно отличаются друг от друга. Я взял панели мощностью 38 и 72 ватта от KMTV, а от Apoche 30 ватт и 45 ватт. И во всех случаях это суммарная мощность всех светодиодов, потому что маркировка мощности у этих двух брендов разная. Именно LED панели такой мощности приобретаются чаще всего, благодаря своей универсальности и невысокой цене. Но также я добавил к сравнению свет Apoche из серии Light Storm или Light Storm. Это профессиональный свет мощностью 60 ватт и выполнен он по технологии SMD. В отличие от предыдущих моделей, где установлены обычные линзованные светодиоды. Все панели для этого обзора мне предоставил магазин Kremlin Store и помимо конкретно этих моделей, у них сейчас очень широкий ассортимент по свету и кроме собственно панелей есть также френели и мощные профессиональные светодиодные прожекторы. Также завезли очень много интересного по звуку, так что если нужны микрофоны и радиосистемы, обязательно загляните. Цены на все это очень интересные и как всегда недорогая и очень быстрая доставка, так как все отправляют самолетом. Ссылка на магазин будет в описании, а мы переходим к нашему первому испытуемому. И начнем мы с панелей KMTV, потому что Apoche я решил как всегда оставить на закуску. Давайте посмотрим, что из себя представляет панель KMTV. Теперь уже многие панели поставляются в сумочках. Здесь у нас блок питания мощностью 60 ватт и вот собственно наша панель. Кстати очень интересный нюанс, на самих коробках панелей KMTV вообще нигде не написано KMTV, просто нигде. Это достаточно странно, потому что на самих панелях эта надпись есть. Это с двух сторон заклеивают диффузионный фильтр, он вот так вот снимается, это же для того чтобы он не поцарапался при транспортировке. Соответственно есть один белый матовый и один теплый и это говорит нам о том, что перед нами панель у которой цветовая температура как раз таки не регулируется. Ну давайте теперь посмотрим на качество изготовления. Это у нас сделано из алюминия. Каркас он пластиковый. Аккумуляторы крепятся достаточно неплохо. Ничего не гуляет, то есть если зажали с двух сторон, то стоит намертво. Теперь по поводу включения. Это на мой взгляд один из минусов такой системы. Здесь диммер с кнопкой и это не очень хорошо, потому что, например, вы выставили изначально определенную мощность и, к примеру, у вас перерыв на съемках. Вы просто бы нажали кнопку выключить, потом включили ее и панель зажглась бы на той же мощности. Нет, здесь же для того чтобы выключить панель вам придется, соответственно, изменить ее мощность до нуля, а потом включить. Также здесь есть кнопка, которая, я так понимаю, показывает нам уровень заряда батареи. Так, ну по мощности здесь все понятно. Эта штука достаточно яркая, я себе в глаза светить ей просто не буду. Кстати, на модели, у которой цветовая температура регулируется, там индекс CRI измерен на цветовой температуре 4230 кельвинов и там индекс чуть даже выше, там 96. Обратите внимание, что здесь вот такая вот очень удобная система с подпружиненным фиксатором. Что касается крепления к стойке, ну здесь все надежно, монолитно, используется достаточно толстый металл, здесь как бы никаких претензий нет. Обратите внимание, что если вы вставляете диффузионный фильтр сюда, он здесь вообще никак не фиксируется, то есть свободно гуляет. И на самом деле здесь есть даже две направляющие, то есть можно ставить фильтр один друг на друга. Я уже думал, что никак у меня не получится его зафиксировать, но обратил внимание на вот такие вот штучки по краям. Их надо как-то потянуть наверх и они должны вылезти, но почему-то у меня они никак не вылазят, надо как-то ее там приподнять. Ну и вот теперь получается у нас диффузионный фильтр держится и никуда не выпадает. Яркость у этой панели очень хорошая и она отлично подойдет для записи интервью. А если убрать диффузионный фильтр, то можно использовать и в качестве рисующего света в определенных сценах. Угол освещения в 45 градусов является универсальным вариантом, так что это хороший и относительно недорогой свет. Если бы там была отдельная кнопка включения, то придраться было бы не к чему. Ну а что касается держателя для фильтров, то я допускаю, что со временем он разработается, но в любом случае конструкцию нужно доработать. Теперь давайте посмотрим более крупную модель. Здесь все также у нас в сумочке находится и здесь уже блок питания с разъемом типа XLR. Что касается мощности, это 12 вольт 6 ампер, 72 ватта. Здесь кстати очень классно сделан чехол, то есть у него открывается только вот эта верхняя часть. Здесь уже у нас регулируется цветовая температура, поэтому в комплекте у нас только один диффузионный фильтр. Желтенького у нас теплого фильтра нет. Ну естественно, когда вы устанавливаете такой фильтр, то вы получаете снижение яркости вашей мощности. Также изменяется немного и направление свечения светодиодов, то есть угол у вас становится немного шире. Поэтому если объект вашей съемки находится близко к панели, то обязательно используйте диффузионный фильтр. А если панель находится как бы далеко, то для того, чтобы эта мощность сохранялась на больших расстояниях, конечно же лучше использовать без диффузионного фильтра. Здесь вот кстати вот, вот эти штучки выезжают гораздо лучше и удобнее. Прямо я их пальчиком подковыриваю и они выезжают. Конструктивная в плане качества материала, все так же как и у младшей модели. Мощность панели здесь указана 72 ватта. Как мы уже посчитали, блок питания тоже на 72 ватта. И ну обычно блоки питания делают с запасом по мощности хотя бы в 15%. Но тем не менее, думаю, производителю виднее. Работает эта панель не от соневских уже батарей, вот такого форма фактора, а от V-Mount. И здесь также есть еще Tab разъем, поэтому можно будет подключать к другому съемочному оборудованию. Обратите внимание, что здесь отдельно регулируется мощность для теплых светодиодов. Вот мощность меняется до 51, да, для теплых. И при этом отдельно меняется мощность для холодных светодиодов, тоже от 0 до 51. И то есть, если мы хотим, к примеру, выставить какую-то общую мощность, то нам можно, получается, как-то их крутить по отдельности. А при этом, если мы нажмем кнопку Mode, то мы будем видеть цветовую температуру, которая у нас сейчас установлена. Ну вообще, зачем это, для чего это, почему нельзя было просто поставить какой-нибудь контроллер, который бы автоматически все это рассчитывал. Возможно, вы уже заметили, а может и нет, но на панелях KMTV, по крайней мере, вот этой серии, нет возможности дистанционного управления. То есть, нельзя объединять панели в группы, в каналы. Поэтому KMTV, KMTV, это такой бюджетный вариант, скажем так. То есть, если вам просто нужен обычный свет, без всяких наворотов, достаточно мощный, достаточно яркий, с достаточно качественным CRI. Вот так вот это выглядит с диффузионным фильтром. И могу также вытащить панель, чтобы вы поняли, насколько она снижает уровень яркости. Существенно снижает. Прямо сейчас невозможно смотреть в эту сторону. Вот такая вот у нас диаграмма направленности, если можно так выразиться. Уберу мощность теплого света на минимум и сделаю мощность холодного света на максимум. Вот так вот холодный свет у нас. Вот так вот с диффузионным фильтром. Сейчас мы перейдем к обзору света Apoch, но перед этим еще пару слов о панелях KMTV. У этой линейки есть еще много клонов. Если судить внешне, такие же панели выпускают Green Bean и Bowling. И, возможно, другие бренды для внутреннего китайского рынка, о которых мы даже не слышали никогда. И я как-то задал вопрос одному из представителей этих производителей, чем их панели отличаются от других. И он мне сразу начал рассказывать, что у них там гораздо более качественные светодиоды. Верить в это или нет, решать вам. Я лично не верю и уверен, что эти панели делает один и тот же контрактный завод, просто с разными названиями. И, судя по спецификациям, у них светодиоды с одинаковыми характеристиками. Это я говорю вам для того, чтобы вы не запутались, когда увидите в интернете такие же светильники под другими названиями. Ну, а теперь перейдем к Эпоче IL-528C. Тоже здесь у нас сумочки. И у Эпоче все технические характеристики всегда написаны прямо на коробке. Причем они написаны довольно подробные. Это модель 528C. Это модель с регулировкой цветовой температуры. И есть модель 528S. Так вот, мощность вот этой модели 15 Вт. Почему 15? Потому что у 28S 30 Вт. То есть здесь честно заявляется, что в крайних злачениях здесь будет 15 Вт, потому что будет светить только половина светодиодов. Здесь получается угол 75 градусов светодиодов, а у модели 528S 25 градусов. То есть модель 528S это вообще такой мощный прожектор. Ну, комплектация сразу хорошая. Здесь есть качественный крепеж. Ну, вот этот вот кабель достаточно длинный. Здесь используется тоже трехпиновый разъем. Здесь есть дополнительные светодиоды. Это еще допускает, что может быть какой-то заводской брак. И там 6 светодиодиков у вас из строя выйдут. Вы можете их заменить. Все сделано на резиночках. Никуда не улетит. Вот наша панель. Она пластиковая. С трех сторон у нее слева, справа и снизу 1,4-дюймовая резьба. Вот так вот это выглядит без диффузионного фильтра. Аккумуляторы крепятся в принципе надежно. Но хотелось бы, конечно, какой-то отдельный фиксатор предусмотреть. Все-таки их две штуки. Ну, все сделано из пластика. Но, тем не менее, у Epoche очень правильно все сделано с точки зрения качества светодиодов. Да, конечно, вот этот вот дребезжащий диффузионный фильтр. Ну что, включаем. Здесь как бы все логично. Четыре светодиода отвечают за уровень зарядки. Значит, отдельное колесико для регулировки мощности. Отдельное колесико для регулировки световой температуры. Это у нас всего лишь 15 Вт. Давайте я сейчас посмотрю, какая у нас здесь стоит. Здесь у нас есть 3300 Кельвинов. Давайте поставлю на 5500 и на максимальную мощность. Ну вот, в принципе, вот что можно от этой панели ожидать. Этот светильник, кстати, также не оснащен функцией поддержки беспроводного управления. Вот, то есть, это такая, скажем так, начальная модель в этой линейке. А вот следующая модель у нас уже выше класса. Во-первых, здесь есть функция беспроводного управления. У меня модель на 75 градусов. HR672W. У нее мощность 45 Вт получается. То есть, он будет светить сейчас в три раза мощнее. И при этом у него не регулируется световая температура. Есть также HR672S. Они отличаются только тем, что у того угол 25 градусов. А вот в комплекте у нас есть пульт. В комплекте есть также запасные светодиоды. Также есть в комплекте вот-вот Эпочи. Молодцы. Уже идут две соневские батареи. Вот это хорошо. Прям опять наши чудо-наклейки. Гарантийные талоны. Есть у нас теплый фильтр. И вот он наш светильник. И он в сером цвете. Кстати, здесь конструктивно тот же диффузионный фильтр. Но он просто лучше закреплен почему-то. И обратите внимание, что корпуса у них одинаковые. Пульт я уберу. У меня есть точно такой же пульт от моего светильника. Поэтому я сейчас просто добавлю туда другой канал и другую группу. Здесь все то же самое. Здесь у нас регулируется только мощность. Можно выбрать канал. Четыре группы и три канала. Выключу свой светильник. И буду увеличивать. Но это, конечно, уже гораздо более существенно по яркости. В принципе, нет ничего удивительного. Но вот это уже светильничек такой, что называется, на все случаи жизни. Если те модели назывались Amaran, Amaran, не путать с Amaran, то это уже у нас Light Storm. 120 градусов угол. Никаких сумочек в комплекте. Конечно же, здесь есть наклейки. Здесь есть Tracing Papers. Десять штук. В общем, обыкновенная бумага в виде рассеивателя. Ну да, здесь все ориентировано на профессиональное использование. Потому что у нас есть отдельный блок с управлением. Давайте я о нем чуть позже расскажу. В комплекте, опять же, пульт стандартный. Блок питания. Подключаем нашу панель к модулю управления. Подключение вот этим вот кабелем. Мощность светильника 60 Вт. Светлая температура у него не регулируется. И, как вы видите, светодиоды выполнены методом SMD. То есть поверхностного монтажа. Здесь у него крепеж для батареи V-Mount. Есть ТАП-разъем, как обычно. Также есть две антенны. Здесь есть DMX-вход, DMX-выход. То есть можно управлять либо через пульт управления дистанционный, либо через DMX, если подключить все это в соответствующую систему. Здесь только у нас крутилка уровня яркости. Сюда крепится батарея V-Mount с большой емкостью. Соответственно, блок питания отключается. 120 градусов угол, как я вам уже сказал. Давайте я покажу вам, как это выглядит. Вот так вот. Ну, если хотите, я могу выключить весь свет в округе. Вот так вот, пожалуйста. Вот. Ну, выполнено все просто монолитно из металла. Есть скрепочки для того, чтобы крепить разные светофильтры. То есть это история для такого серьезного видеопроизводства, кинопроизводства, где работают именно с такими системами. Теперь давайте подведем итоги. Панели Apoche обладают отличными световыми характеристиками, при этом совсем не важно, в каком ценовом диапазоне они находятся. То есть у них на всех моделях используются качественные светодиоды. Они сделаны из пластика и сопоставимы по цене с моделями KMTV, у которых алюминиевый корпус. KMTV, в свою очередь, дают тоже качественный свет, но к ним есть некоторые вопросы по части удобства использования. Забыл вам, кстати, показать, что крепеж на подобных панелях можно смещать по салазкам и закреплять в нужных положениях. Также у этих панелей адекватная стоимость, это очень пригодится, если нужно будет заливать светом большие площади. Ну а вот модели Lightstorm. Это такая узкоспециализированная тема. В общем, кому это нужно, они их купят. Ну а если вы не понимаете, зачем вам панель вот с таким вот блоком, то очевидно, что она вам и не нужна. Подписывайтесь, друзья, на канал, если попали на это видео случайно. Все мои соцсети по ссылочке в описании. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok